МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, Женя. Добрый вечер всем нашим телезрителям. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и телезрители наши могут активно принимать участие в нашем разговоре, свои вопросы гостю в студии. Вы можете задать по телефону 8495 508 86 84. Или оставить свой комментарий. Мы, между прочим, ведем прямой эфир также в социальной сети Instagram. Мария, сейчас немножко отвлечемся от тех тем, которые мы наметили. Утро, как говорится, началось у вас не с кофе, началось выделение переливания крови. Расскажите, пожалуйста, первая акция, не первая. Как часто родители сдают кровь? Ну, на самом деле, утро началось с плотного завтрака и с горячего сладкого чая. Вся причина в том, что мы сегодня инициировали акцию по донорской сдаче крови. И это не первый раз, когда родительское сообщество, родительская общественность Одинцовского городского округа активно участвует в поддержке такого мероприятия. И мы знаем, что именно сейчас, как никогда, донорская кровь очень нужна. Потому что в период пандемии, к сожалению, количество доноров снизилось, а потребность в крови не только не снижается, но увеличивается. Поэтому мы сегодня решили в очередной раз поучаствовать в такой акции. Ну, смотрите, кровь сдавали где-то примерно в 9 утра, скорее всего. Сейчас у нас уже 9, 8.30. Ну, в общем, 12 часов назад. Как самочувствие? Отлично. Самочувствие отличное, бодрое, потому что много дел, много каких-то... То есть целый день не отлёживались? Нет, не отлёживались. Здесь были перерывы на обед, на ужин. Ну, так всё хорошо. На самом деле у меня это был сегодня первый опыт донорства. Вот. И я рада, что всё хорошо получилось. Ну, и надеюсь, что здоровье позволит продолжать и дальше такую замечательную акцию. Ну, и, наверное, с вас можно брать пример, потому что вот донор – это не тот, кто сдал кровь и упал в обморок. И донор – это тот, кто сдал кровь, ещё и целый день отработал, прекрасно себя чувствует и к вечеру улыбается. Поэтому бояться нечего. На самом деле я думаю, что с любого человека, который сдаёт кровь, можно и нужно брать примеры. И даже если упал в обморок, ну, всякое бывает, это не так страшно. А важно, что человек действительно хочет помочь и поделиться своей кровью для тех, кому это важно и нужно в данный момент. Насколько родители активно откликнулись на предложение принять участие в донорской акции? Ну, сегодня, в принципе, как и всегда, достаточно активно. У нас сегодня было более 20 человек, родителей. И, в принципе, я надеюсь, что мы внесли свой вклад в ту необходимость, которая сейчас есть, которая остро стоит. Мария, ну, если возвращаться к родительскому сообществу, вот, ну, скажем так, от истоков до наших дней, в 2016 году оно начало формироваться. В 2017 уже официально, юридически существовало. Проектов за это время было осуществлено очень много. Вот какие, по вашему мнению, были наиболее значимыми, наиболее важными? Ну, на самом деле, родительское сообщество все время находится в какой-то работе, в позитивной работе. То есть это такой абсолютно какой-то живой орган, живая организация, которая, во-первых, очень живо, остро и всегда мобильно реагирует на все, что происходит в округе, все, что связано с детьми. Любые вопросы решаются. И, на мой взгляд, наверное, можно выделить, ну, скажем так, несколько направлений, которые, мне кажется, наиболее-таки важные. Это родительский патруль. Я надеюсь, мы сегодня более... Обязательно поговорим. Да, более подробно поговорим о нем. Это, ну, наверное, контроль качества питания в школьных и дошкольных образовательных учреждениях. Что еще? Но мне кажется, ни один ремонт в образовательном учреждении без родителей тоже не обошлось. Ну, да, как бы со стороны родительской общественности тоже есть контроль, мониторинг качества проведения ремонтных работ. И тоже мы, в общем, достаточно активно в этом участвуем. То есть, в принципе, все основные такие вопросы, которые касаются наших детей, не проходят без нашего участия. Ну, не могу не задать следующий вопрос. Ну, если, например, заглянуть на классическое родительское собрание, открываешь кабинет, сидят мамочки, обсуждают. Вот родительское сообщество, это преимущественно мамы или папы тоже вовлечены в жизнь школьную? Знаете, на самом деле я очень рада, что у нас есть и папы. Ну, конечно, мам больше, но папы есть. Они замечательные, они очень такие конструктивные, активные. И на самом деле, ну, достаточно, так скажем, плотно вовлекаются в различные наши области деятельности. Ну, в основном, конечно, это мониторинг и контроль за ходом выполнения ремонтных работ. Вот, кстати, мамочки своим авторитетным мнением на меньшинство пап не давят? Ну, нет, я считаю, что не давят. И, вы знаете, у нас все очень, скажем так... Коллектив дружный. Да, дружелюбно, абсолютно на уважительном мнении друг друга. Поэтому тут, мне кажется, что мы находим очень тесное взаимопонимание. Вот когда создавалось родительское сообщество изначально, какие были цели? Ну, мне кажется, что мы особо не поменяли цели, те, которые были в 2016 году. Может быть, они просто расширились. Появилось, может быть, как-то больше опыта, больше возможностей. Но, на самом деле, основная цель и задача нас, как родителей, безусловно, добиваться самого лучшего для своих детей. И мы, как родители, наверное, самые главные люди, которые в этом заинтересованы. Это все, что касается здоровья, образования, спорта, досуговой деятельности. Вот все, что касается детей, все к нам. При том, что изначально мы начинали как бы с образования. Мы мониторили вопрос образования. А потом постепенно мы обросли уже и более такими вот расширенными темами. То есть как-то вот само собой. То есть все, что касается здоровья, тоже к нам обращались. Соответственно, мы взаимодействовали с определенными структурами. Опять-таки по спорту тоже очень важная тема для родителей, для детей. И мы не могли обойти, конечно, стороной этот вопрос. Ну, в общем, сейчас, наверное, мы охватываем все вопросы. Мы родители всегда, когда какая-то ситуация касается наших детей, мы его ребенка обидели, мы бежим разбираться, заслушав, конечно, только своего ребенка, безусловно, которого всегда нужно защищать. Но мы теряем какую-то объективность. Вот как родительское сообщество эту объективность сохраняет, чтобы все стороны заслушать, все интересы учесть, никого не обидеть. Вы знаете, Жень, мы стараемся. И на самом деле действительно, наверное, сложно немножко абстрагироваться и, конечно, не вставать сразу на одну или другую сторону. И мне кажется, что нам это зачастую дается. Поэтому у нас, мне кажется, есть совершенно замечательное взаимодействие и с родительской общественностью округа, и также и с педагогической. И это очень важно, потому что зачастую, ну, не всегда родители бывают объективны. Иногда родителям кажется, что вот ребенок действительно, да, и они не хотят, их ребенок, они не хотят слышать какое-то другое мнение объективное. И может быть, все, что исходит со стороны учительского корпуса или администрации школы, всегда как-то может восприниматься негативно. И мы со своей стороны, ну, опять-таки, да, объясняя, рассказывая, пытаемся, ну, скажем, родителям показать, что они не очень правы в этом вопросе. Ну, и, в общем, зачастую нам это тоже удается. То есть, наверное, поэтому у нас вот замечательные отношения также сложились и с директорами школ, и с заведующими садов. То есть мы стараемся все-таки объективно подходить к той или иной проблеме. Ну, всякое бывает, опять-таки, все люди... У вас такая сложная роль медиатора получается. Ну, наверное, да. И тут я еще хочу сказать, что, конечно, вот весь успех нашей деятельности, безусловно, благодаря тесному взаимодействию с администрацией округа. И, естественно, благодаря поддержке главы Андрея Робертовича Иванова, потому что иначе вся бы эта деятельность, ну, она, наверное, бы не имела смысла. Знаете, как такой вот... Ну, как многодетный папа понимает многие проблемы, и родители... Ну, вот, да, собраться просто поговорить, написать какие-то письма, ну, это, в общем, можно, но это не всегда эффективно, это долго. А когда ты по любой проблеме, ты можешь, вот, скажем так, напрямую обратиться, да, и любой вопрос, который иногда не терпит отлагательства, действительно должен быть решен очень быстро. И спасибо огромное, что у нас есть такая возможность. Поэтому я думаю, что это один из залогов успеха деятельности нашего сообщества. Марианна, я думаю, что о родительском патруле слышали многие, мы неоднократно рассказывали в эфире нашего канала. Как родилась эта идея? С чего все начиналось, так скажем? Ну, на самом деле, мы, опять-таки, да, как родители, мы, безусловно, понимаем, что очень важно, чтобы соблюдались правила дорожного движения не только взрослыми, но и детьми. И, конечно, дети копируют все, что делают родители. И если родители соблюдают правила дорожного движения, ну, большая вероятность, что и дети будут следовать тому же. А если нет, то, в общем, конечно, мы понимаем, что и дети зачастую могут также пренебрежительно к этому относиться. И на самом деле мы всегда за свою вот такую деятельность, уже четырехлетнюю, мы были в тесном сотрудничестве с нашим Одинцовским ГИБДД. И вот родилась такая вот у нас идея. И на самом деле первая школа, которая нас поддержала в отношении родительского патруля, это была 11-я гимназия. Вот, и огромная благодарность директору гимназии Наталье Юрьевне Драчеву и всем родителям, которые вышли на это первое мероприятие. То есть... Где проводилась вот та самая первая? На самом деле это вот... Сами родители отметили такую достаточно напряженную точку по их мнению. Это пересечение бульвара Любы Новоселовой и улицы Жукова. На тот момент там еще не было светофора, то есть это вот просто был такой перекресток. Вот, как сейчас помню, был декабрь месяц, то есть светает поздно, темнеет рано. То есть наш родительский патруль направлен на то, чтобы помогать детям рано утром безопасно переходить дорогу на тех участках, которые нам кажутся наиболее проблематичные. То есть мы понимаем, что дети такие еще сонные, водители тоже немного, скажем, еще не совсем проснулись. Тридорожные условия не проснулись. Да, торопятся и в школу, и на работу. То есть мы сами видели, что, ну скажем так, не всегда водители себя корректно ведут, не всегда пропускают пешеходов. Ну и мы заказали специальные такие свето-возвращающие жилеты оранжевого яркого цвета, как у сотрудников ГИБДД. Сзади у нас написан родительский патруль. Вот мы надеваем эти жилеты, мы выходим где-то, ну скажем так, в 7.15. Вот встаем на этих перекрестках, помогаем детям перейти дорогу. Вот опять-таки, параллельно напоминаем о правилах дорожного движения, напоминаем, что надо снять наушники, обязательно отвлечься от телефона, ни в коем случае не переходить с телефоном на дорогу. И в начале первое время это были совместные с ГИБДД рейды, потом уже мы стали все это делать самостоятельно, и теперь практически все школы округа подхватили такую нашу инициативу. Поэтому огромная благодарность и низкий поклон тем родителям, которые вот так рано утром выходят в 7.15, в 7.30 утра, готовы потратить свое время на то, чтобы сделать дорогу в школу для своих детей безопасной. Так скажем, эффективность родительского патруля можете оценить? Может быть, грамотность с точки зрения правил дорожного движения у детей выросла, стали более внимательными, от тех же телефонов оторвались? Ну, я надеюсь, что да. Скажем так, мне не хочется приводить какую-то статистику дорожно-транспортных происшествий, но по откликам и, ну, скажем, по той рефлексии, которую я слышу, безусловно, опыт позитивный. Более того, я хочу сказать, что в прошлом году вот именно за наш проект «Родительский патруль» мы были отмечены премией губернатора Московской области, мы были одними из победителей вот именно в этом проекте. Поэтому я думаю, что столь высокая награда действительно подтверждает, что, ну, проект важный и он, скажем так, имеет достаточно эффективный и я надеюсь, что будет и дальше существовать. Вот, кстати говоря, автомобилисты как реагировали? Ну, на самом деле, очень корректно, то есть, ну, опять-таки, в виде, да, в жилетах они, да, они как бы притормаживают. Опять-таки, хочу сказать, что в разных школах разные есть ситуации. Вот, например, у нас есть некоторые школы, Кубинская, да, там первая, Дубковская школа, где наряду вот с этими переходами еще не совсем, ну, такая легкая ситуация с парковкой. То есть, зачастую родители, дабы высадить своего ребенка ближе ко входу, они паркуются прямо на пешеходных переходах, да, тем самым, нарушая... И ужаса не пропуская иногда других детей. Да, нарушая, естественно, и все мыслимые, да, там, правила дорожного движения, безусловно, подтвергая других участников дорожного движения опасности. Вот на это мы тоже обращаем внимание, ну, и, скажем, просим убрать машину и переставить ее в другое место. Не всегда родители адекватно реагируют. Сразу скажу, ну, что делать, тем не менее. Вода камень точит. Тут хочется заменить следующее. А я хочу рассказать нашим телезрителям, что одна из активных участниц родительского патруля, представитель родительской общественности 13-й гимназии Наталья Владимировна Раду. Сейчас с нами по видеосвязи. Наталья Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Наталья Владимировна. Расскажите, пожалуйста, как вы узнали о родительском патруле? Как стали его частью? Ну, мы близко работаем с Марианой, с нашего открытия сообщества. И, в принципе, мы начинали работу родительского патруля поэтому как бы я одна из первых тех участников, которые стали проводить этот родительский патруль. Вы из 13-й, да, ваши дети в 13-й гимназии, я так понимаю, учитесь? Да. Учатся. Насколько там сложная дорожная обстановка? Дело в том, что там пешеходный переход, это молодежная улица, он не оснащен светофором, обыкновенный пешеходный переход без светофора. Очень, очень работает та система, которую мы напечатали, что по поводу того знаки, что снимите наушники и телефоны, дети реальны. То есть я там каждый день и не один раз в день появляюсь, и дети реагируют, смотрят и действительно обращают внимание. Также, когда мы выходим на рейды, они очень даже уже привыкли к нам. Если раньше немножечко как-то у них был какой-то страх, на реагировали они не очень хорошо, там подходит какая-то тетенька, берет за ручку и говорит, давайте помогу перейти дорогу, чтобы было безопасно. А сейчас, особенно начальная школа, они реагируют очень даже хорошо, они с удовольствием берут тебя за руку и с тобой переходят дорогу. Вот скажем так, а насколько психологически это тяжело? С детьми понятно, их возьмешь за ручку, они все равно так или иначе контактные и не нахамят, не нагрубят как минимум. А вот автомобилисты бывают очень разные. Готовились как-то к этому? Сколько встречалось, я не только на Молодежной была, я была и по другим адресам, на родительском патруле. Водителей очень, ну не было такого, чтобы они как-то неадекватно реагируют. Нет, смотрят, обращают внимание, останавливаются. Когда большие группы переводят детей, я выхожу на пешеходный переход, они все очень спокойны, то есть никто не возмущается, не сигналит. Наталья Владимировна, не могу не спросить, ваше, ну скажем так, участие в сообществе родителей Одинцовского округа едва ли ограничивается родительским патрулем. Чем еще занимаетесь? Ну, также мы выходим на проверку питания. Я, естественно, благодаря тому, что я вообще житель Гусарской баллады, и когда нам Андрей Робертович помог с транспортом в школу, так как у нас школы нет, естественно, сейчас перевожу детей в школы, и, ну, как бы, во многом задействована. Ну, скажем так, это дополнительная общественная нагрузка. Успеваете? Времени хватает? Мне это нравится. Это самое главное. Поэтому все и получается, поэтому все и на высшем уровне. Спасибо большое, что сегодня были с нами. Я думаю, что ни для кого не секрет, что с начала года родители Подмосковья держат на личном контроле питание школьников. Давайте вспомним, как начиналось в Одинцовском округе эта региональная акция. Так, что у нас сегодня на завтрак? На завтрак, пожалуй, фаворит детских предпочтений макароны с сыром. После – сладкий чай и мандарин. А каков он на вкус, пришел попробовать родительский контроль. Мама восьмиклассницы Татьяна Милюшина, частый гость в школьной столовой, признается много общественной работы, но обед по расписанию. Считает, что бракиражная комиссия поможет в работе школьного общепита. На контроле первое блюдо. Масла сливочного более чем достаточно. И сыр. Не, макароны мягкие, вкусные. Все, ну, чувствуется, что нет излишнего какого-то постороннего вкуса. Иначе и быть не может, считает заведующая производством столовой. За 40 лет стажа она может отмерить количество масла на глазок. Но в общепите все строго. Технологические, калькуляционные карты и установленное меню. К нововведениям относится положительно. В своей вотчине скрывать нечего. Они знают своих детей лучше. Поэтому, если они какие-то нам сделают новые предложения, сделают нам новые пожелания, мы будем очень рады. Мы прислушаемся к ним. Войти в комиссию по контролю за качеством питания может любой родитель. Для этого достаточно сказать об этом классному руководителю. Он несет родителей в списке. А вот отзывы о качестве питания можно оставить как положительные, так и отрицательные на портале Добродел. Чтобы работа поваров была оперативной, после дегустации родители оценивают блюда по пятибалльной шкале и свои пожелания оставляют в журнале. В этот раз сообщество родителей оценили завтрак на круглую пятерку. В прямом эфире ТВ программы «Главная тема». Сегодня мы говорим о сообществе родителей Одинцовского округа. Телефон прямого эфира 8495 508 86 84. Звоните и задавайте ваши вопросы. Вот так примерно начинался родительский контроль по части школьного питания. Сейчас, мне кажется, немножко все изменилось. Не только маски появились у нас на лицах, но и, наверное, система работает по-другому, потому что не так свободно теперь можно попасть в школу, как раньше. Вот поэтапно начнем обо всем говорить. Марьяна, до того, как родительский контроль был внедрен, много поступало жалоб на школьное питание? Ну, на самом деле, вот этот сюжет, который мы сейчас посмотрели, он как раз касается того периода, когда по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Юрьевича Воробьева родителям подмосковных школ было предложено в любой момент ознакомиться с питанием в школах, прийти, попробовать и понять, как же кормят их детей. Но хочу сказать, что до этого на самом деле вот по согласованию с администрацией, с управлением образования нашего муниципалитета мы уже проводили мониторинги питания, то есть мы, скажем так, обладая определенными необходимыми документами, на тот момент это была медицинская книжка, мы имели возможность зайти в сам пищеблог, посмотреть продукты, посмотреть качество, как сроки реализации, как готовить, ну, то есть вот зайти в святая святая. В принципе, все то же самое было уже раньше. Сейчас, конечно, ну, во-первых, хочу сказать, что эта возможность осталась у родителей, то есть родители также могут прийти и проверить качество питания, то есть сейчас у них появилась возможность еще и через портал электронного, электронный дневник, да, родительский портал, оставить заявку на желание прийти и проконтролировать питание. Ну, и также по договоренности с классным руководителем это можно сделать. Соответственно, вы выбираете дату, приходите и тоже можете попробовать все и продегустировать. Единственное, ну, скажем так, было наше, наша инициатива и наше пожелание и управление образования его поддержало, что те родители, которые в нашем составе приходят и уже проверяют более детально питание, должны обязательно иметь справку об отсутствии ковида, ну, и медицинскую книжку. Это как обязательный документ. Я думаю, что родители сами должны быть в этом заинтересованы. Мы сами в этом заинтересованы, да, поэтому мы обсудили это и решили, что с нашей стороны вот будет необходимо такие документы предоставлять. Ну, в принципе, никто из родителей не был против. Мы всегда говорим, да, качество детского питания должно быть высоким. Вот, собственно, какие требования к школьному питанию предъявляются? Каким оно должно быть? Ну, на мой взгляд, во-первых, оно должно быть здоровым. Чипсы сразу убираем. Чипсы, оно не то, что убираем, их и не было никогда. Не может быть поопределению. Оно должно быть вкусным, сытным. То есть здесь вот надо находить такую золотую середину. Баланс какой-то. Что, на самом деле, ну, то, что, наверное, многие дети любят, никогда не будет в школьном питании. И, наверное, и хорошо. Потому что, ну, иногда у нас дети любят питаться не очень правильной пищей. Вот, как вы говорите, чипсы и гамбургеры у нас не будут в школьном питании. Но она должна быть действительно полезная. То есть вот как дома, да, хорошая, такая вот полезная еда. Но, безусловно, вкусовые качества очень играют роль большую. Мы знаем, что дети у нас находятся в школе, ну, практически, ну, так скажем, даже больше половины дня. Да, и сейчас, ну, зачастую часов до пяти. Поэтому очень важно, чтобы они были сытые, чтобы у них хорошо работала и голова, да, и, конечно, то, что и как они кушают, очень сильно влияет на их здоровье, безусловно. Ну, и на мозговую деятельность в том числе. Ну, кстати говоря, наверное, замечали, что больше всего любят наши дети. Что им лучше на завтрак давать? Ну, должна сказать так. Во-первых, мы же, естественно, все пробуем. И у нас в школе есть, как свободная в школах, есть свободная продажа, и есть комплекс. то есть это то меню, которое вот у нас утверждено, испускается сверху, да, из Московской области, и оно единое для всего Подмосковья. И мы, ну, зачастую мы все-таки стараемся пробовать именно это меню. Вот. Могу сказать, что, конечно, много каш, но они очень вкусные. Вот они прямо, они вкусные такие вот, хорошие, классические каши. Вот. Ну, наверное, дети, конечно, каши не очень едят, но мы говорим о том, что те дети, которые учатся в первую смену, они у нас по условиям той программы, опять-таки, которую инициировал президент России Владимир Владимирович Путин, они должны у нас бесплатно, это мы, если говорим о начальной школе, получать бесплатное горячее питание. Если это дети, которые во вторую смену учатся, то это бесплатный горячий полдник. Вот. Ну, и, соответственно, у нас остается, естественно, основная категория льготников, это многодетные, вот, которые у нас полностью бесплатно питаются, ну, и другие категории льготных детей, которые у нас тоже прописаны в постановлении администрации. Вот. Поэтому, что дети любят? Дети любят макароны. Многие дети любят котлеты. Вот. Тут мы даже, знаете, были с проверкой в 14-й гимназии, и я спросила детей, что бы вам хотелось добавить в меню? На что дети практически хором сказали сырники и пельмени. И мы, на самом деле, вот взяли это на карандаш, и я обратилась вот в администрацию к заместителю главы по социальной политике Олегу Васильевичу Дмитриеву, и сказал им о том, что вот есть такое пожелание детей. Ну, на что он сказал, что сырники будут добавлены в детское питание. Знаю, что с пельменями там более сложная, да, история по требованию Роспотребнадзора, но сырники обещал добавить. Поэтому можно вот будет детям порадоваться. Я, кстати говоря, вы знаете, Жень, я рада, что вот именно согласитесь, такая хорошая еда, сырники. Безусловно. Да, пельмени, то есть никто не сказал о том, что там какие-то чипсы или там какие-то наггетсы. Понимают, потому что что всё-таки принесёт? Пользу здоровья и энергию, между прочим. Вот, кстати говоря, нешуточные баталии в сети ходят вокруг хлопьев с молоком. Одни родители говорят, да здорово, нормально всё, ну, слушайте, не так часто едят. А другие говорят, да какое ж это здоровое питание, ну, вы побойтесь Бога. Родители как-то могут влиять на меню? Вы знаете, безусловно, родители могут влиять на меню. Ну, скажем так, вот в любом случае я говорю о том, что изъявлять своё желание и просить внести коррективы можно всегда и нужно. То есть если мы не будем об этом говорить, ну, точно ничего не поменяется. Вот. Но, опять-таки, что касается меню, вот точно знаю, что даже есть у нас опыт, что когда всё-таки вот мы знаем, что что-то категорически там не идёт, вот, например, были вопросы с печёночными оладьями. Вы знаете, я сама очень люблю печень. Вот. Я люблю печень. Но, насколько я знаю, дети вот категорически печень не едят. А уж печёночные оладья совсем не приветствуют. А ведь там железо. Да, там железо. Опять-таки, я очень люблю морскую капусту. То же самое, да, очень много йода, очень полезное блюдо. Но, опять-таки, дети не едят. Вот. Поэтому мы вот обращались, и я знаю, что вот как раз просьба по поводу того, чтобы как-то скорректировать вот изделия из печени, они были услышаны и удовлетворены. Это мы, если говорим про обеды. Ну, и тем более, вот сырники тоже, возможно, будут добавлены. А значит, всё-таки меню можно корректировать. Но тут главное, чтобы было большинство. Ну, опять-таки, в свободную продажу мы точно можем добавить сырники, да. И я думаю, что те дети, которые захотят их попробовать, будут иметь возможность. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире 8495 508 86 84. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Наталья. Наталья, очень приятно задавать ваш вопрос Муряне. Добрый день. У меня, знаете, добрый вечер. У меня такой вопрос. Подскажите, пожалуйста, сейчас идёт разговор о бесплатном питании для детей начальной школы. Да. Я только сейчас вот открыла ещё вот телевизор. Да. У меня такой вопрос. У меня дети начальной школы. Вопрос такой. Вторая смена питается как обед. Правильно? У вас ребёнок... Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Да, у вас ребёнок в начальной школе и учится во вторую смену. Правильно? Да. Вы не многодетная мама? Нет. Нет. Значит, ваш ребёнок, будучи в начальной школе, получает бесплатно горячий полдник. То есть это блюдо как бы горячее, то, что вот, ну, грубо говоря, там второе, но без супа. То есть ваш ребёнок должен вот бесплатно получать такое блюдо на полдник. Хорошо. Подскажите тогда такой момент. Как это регулируется? Потому что как бы непонятно, то ли ребёнок идёт в столовую, что он там ест, ему что предлагают. Там ему предлагают суп, второе и всё остальное. Ребёнок не может понять, что ему выбрать. Что бесплатно, что бесплатно, что нет. И потом приходит как бы, что мы должны за обед что-то доплатить. Вы знаете... Вопрос, что входит в понятие бесплатного питания для начальной школы. Наташа, скажите, пожалуйста, в каком классе ваш ребёнок? Во втором. Во втором. Значит, смотрите, да, так как ваш ребёнок учится во вторую смену, то, соответственно, он не завтракает, ну, потому что, наверное, да, на завтрак уже, естественно, не успевает. То есть ваш ребёнок приходит в школу и бесплатно до окончания начальной школы получает горячий полдник. То есть это то, что входит в меню. У вас обязательно в столовой. И на сайте школы должно быть прописано всё меню на 10 дней, утверждённое Роспотребнадзором. То есть, в принципе, вы всегда должны иметь возможность посмотреть, что в течение 10 дней ваш ребёнок имеет возможность кушать в столовой. И, соответственно, бесплатно вот по этому меню горячего полдника ваш ребёнок должен получать всё бесплатно. Всё остальное, если он что-то хочет купить дополнительно, или, может быть, в буфете, он может это приобрести за дополнительную плату. Но администрация школы абсолютно чётко должна знать, что входит в бесплатный горячий полдник для вашего ребёнка. Подскажите, тогда такой вопрос. Обед и полдник это разные понятия? Обед и полдник это разные понятия, да. Потому что обед включает в себя ещё как бы салат, суп и компот, да, а полдник, бесплатный полдник, вот этот горячий, он включает в себя только второе блюдо, вот то, которое обычно даётся в обеде. Ну и, соответственно, там какой-то напиток. А как это регулируется, что ребёнок поел? Вот они все классом идут типа на обед. Кто-то ест суп, кто-то не ест. Им подают полное меню. А потом приходят, что типа, мол... Вы знаете, классный, да, классный руководитель абсолютно должен быть ну как бы полностью в курсе того, как происходит питание детей в его классе. То есть в зависимости от того, какие детки с какими льготами, если мы говорим, например, там, ну, про многодетных, то они полностью получают бесплатное питание. Если мы говорим просто про всех остальных детей, не обладающими дополнительными льготами, то они, опять-таки, по распоряжению президента могут бесплатно получать горячий полдник. Поэтому классный руководитель должна быть в курсе как бы обо всех таких моментах. Вы знаете, единственное, я вам могу предложить, может быть, вы вот как бы в комментариях просто оставите какие-то свои координаты или там номер школы, да, и я просто вот уточню, если есть какие-то недопонимания, чтобы, наверное, ну, как-то с классным руководителем все-таки отработать это вместе с родителями. Хорошо, спасибо вам. Спасибо большое вам, Натали за звонок. Марьяна, правильно я понимаю, что в родительском контроле питания может принять участие любой родитель? Вот этот у нас путь только через электронный журнал или как-то по-другому можно тоже проникнуть на кухню школы? Нет, ну, можно также просто договориться с классным руководителем о том, оставить заявку, что та или иная мама или папа законный представитель ребенка хочет проконтролировать качество питания и, соответственно, согласовывает дату, время, безусловно, здесь надо, на мой взгляд, очень сейчас серьезно и ответственно относиться к своему здоровью. То есть, безусловно, человек должен понимать, что он хорошо себя чувствует. При входе в школу ему будет сделана термометрия, там предложена, естественно, там маска, перчатки, чтобы дойти до столовой. Ну и, наверное, в то время, пока все-таки дети находятся на уроках, родитель может попробовать ту дегустационную порцию, которая предлагается в качестве пробы. Вот у нас Наталья немножко опередила, да, была часть вопроса, посвященная именно горячему питанию учеников начальных классов в ходе летних инспекций, да и сейчас в том числе, когда мы куда-то едем в образовательное учреждение, пищеблог всегда посещаем. Вот удалось ли 100% школьников Одинцовского округа этим горячим питанием обеспечить? Да, 100% все школьники у нас обеспечены горячим питанием, бесплатным горячим питанием школьники начальных классов. То есть это или горячий завтрак, или горячий полдень. Вот как мы сейчас выяснили, для тех, кто учится во вторую смену. Да, ну и, естественно, как я уже сказала, те льготные категории, они как бы так и остаются неизменными. А с нами сейчас по видеосвязи еще одна из активных участниц проекта «Родительский контроль» из Барвихинской школы Оксана Борисовна Башко. Здравствуйте. Здравствуйте, Оксана Борисовна. Расскажите, пожалуйста, где вы бывали, где дегустировали школьные завтраки? Ну, конечно же, в Барвихинской школе и во многих районах. Что вам больше всего понравилось? Поделитесь впечатлением, какое блюдо было самым вкусным? Ну, конечно же, запеканка. Ворожная. Все дети любят это. А как стали частью родительского сообщества? Еще раз, не слышала вопрос. Как стали частью родительского сообщества? Как присоединились к общественной организации? Ой, ну мы очень давно с Марианной общаемся, уже, наверное, это шестой год. И вот здорово, что у нас есть это сообщество. Благодаря этому сообществу мы очень много подогрели. И дай Бог, чтобы дальше было так. Я уверена, что дальше будет больше. Вот мы сегодня, да, говорим в том числе про контроль школьного питания. Когда вы приходите, да, в школу, на что обращаете внимание? Я так понимаю, что в том числе частота в помещениях, да, учитывается. Какие параметры оценки, так скажем? Ну, конечно же, частота, конечно же, вкусная еда, да, мы ее пробуем. И не только то, что нам предлагают повара. Просто приходим, садимся за стол и берем первую попавшуюся тарелку. И это говорит о многом. Здесь уже никак не подготовиться, да, здесь никто не знает, какую тарелку кто возьмет. И, конечно, благодаря этому проекту родительский контроль я хочу сказать, что питание стало в разы лучше. Это здорово. А в каких еще проектах сообщества родителей Одинцовского округа вы участвуете? Ну, туда, куда приглашает нас Марианна. Мы везде. Мы только там. Ну, Оксана, насколько я помню, активно также вот родительская общественность во главе, конечно, с тобой участвовала в контроле ремонта Барвихинской школы. Кстати говоря, пищеблок этим летом, если не ошибаюсь, в Барвихинской школе ремонтировали. Мы там были с главой Одинцовского округа. Насколько я помню, у вас все сделали вовремя? Да, у нас все сделали вовремя, все очень здорово, красиво. И сейчас у нас также опять перестановки. Мы делаем все, чтобы было удобно нашим детям. И очень здорово, что вот и директор, и комбинат питания, они идут навстречу и делают все возможное, чтобы только было хорошо. Вот, вот, кстати говоря, когда мы снимали, директор школы сказала Андрею Робертовичу, что родители очень просят, чтобы тот комбинат питания, который работал в Барвихинской школе, чтобы он же там и остался, потому что очень вкусно. Все, правда? Да, действительно. Я сама лично в управлении обслуживания просила оставьте нам наш комбинат питания, потому что они нас кормят очень вкусно. И если есть какие-то нарекания, то они мгновенно справляются. И вот в этом году у нас вообще уже ну просто все замечательно. Спасибо. Видите, стали есть каши, которые они до этого не любили. Это действительно дорогого стоит, Оксана Борисовна, спасибо большое, что были сегодня с нами. Марьяна, ну планов наверняка еще больше, чем перечень того, чего удалось добиться за это время. Что в ближайшей перспективе? Ну, на самом деле, конечно, не хочется останавливаться на достигнутом. И я думаю, что сейчас сложно, конечно, загадывать по срокам, потому что мы все-таки, конечно, немножечко корректируем свое мероприятие и свою деятельность в связи с пандемией, то есть как нам позволит ситуация, конечно, впереди Новый год. И мы очень хотим поздравить наших детей, мы хотим создать им праздник, создать им вот по возможности ту новогоднюю, зимнюю, такую радостную атмосферу, несмотря на то, что есть какие-то ограничения. И сейчас, наверное, массовые елки, праздники, к сожалению, не будут разрешены, но тем не менее дети не должны страдать. У детей все равно должен быть праздник, и мы надеемся, что мы совместными усилиями сможем этот праздник детям создать и поздравить их. И главное, чтобы все были здоровы. Это самое главное. А все остальное, я думаю, что у нас есть и желания, и возможности, и вообще у нас замечательные родители и замечательные жители Одинцовского городского округа. Вот я хочу сказать, что у нас уже сегодня было родительское собрание, к Новому году уже готовимся. Ну, отлично. Поэтому праздник у детей будет. А как присоединиться к родительскому совопрестному? Вдруг сейчас кто-нибудь посмотрит, и тоже захочет пополнить ряды? Ну, у нас есть телефон, во-первых, горячей линии, на который я, к сожалению, даже вот наизусть сейчас не скажу, но если зайти к нам в Инстаграм или к нам на сайт, можно вот как бы увидеть этот телефон, который работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Такая вот горячая линия, по которой можно позвонить и обратиться с любым вопросом. Вот. И также через него можно присоединиться, и также можно зайти на сайт. У нас есть свой сайт, и там есть прям вот такая иконка присоединиться к сообществу. Вот там надо ввести свои контактные данные, и все, и там вся информация уже придет на почту. И дальше я с каждым желающим связываюсь, обсуждаю, и если человек не против, я присоединяю его в наш большой чат родительского сообщества, где у нас есть представители всех образовательных учреждений, школ, садов Одинцовского городского округа. Ну и такая на самом деле хорошая площадка для общения, взаимодействия и обсуждения насущных вопросов. Кстати говоря, в родительском сообществе только мама или папа, у нас бабушки, дедушки иногда бывают не менее активны. Их берутся. Ну и на самом деле, вы знаете, мы всех рады видеть, вот, и на самом деле нет никаких ограничений. То есть если человеку это интересно, да, или есть желание каким-то образом поучаствовать, почему нет? Спасибо большое, Марьяна, что пришли к нам сегодня в студию. Я уверена, что все ваши планы реализуются, а мы будем рассказывать об этом в эфире нашего канала. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова